Всем тихой ночи. Все знают, что фонд SCP содержит опасные аномальные объекты в массивных комплексах содержания. Но, конечно же, в мире фонда есть множество вещей, аномальные свойства которых недостаточно выражены, чтобы выделять для них отдельные камеры в секретных-то подземных базах. Такие вещи относят в одно особое место, известное как склад аномальных предметов. Огромный склад, в котором каждая вещь нарушает законы этого мира, но недостаточно интересно фонду SCP и не представляет опасности. Иногда можно сказать, что на склад попадают вещи с слишком клишированными свойствами. Вот те же кассеты, во время воспроизведения которых записанный видеоряд несколько меняется. Таких там лежит несколько десятков. Есть и кассета, где на записи можно заметить птицу, которая всегда ведет себя по-разному. Есть и такая, где записан фильм, и в нем при каждом воспроизведении меняется состав актеров. Или вот кассета с клипом, где исполнитель песни в какой-то момент начинает повторять одни и те же слова. И, судя по его виду, страшно от этого страдать. Рядом с ним можно найти даже видеомагнитофон, который невозможно описать, не использовав при этом множество черных квадратиков. На нем, наверное, особенно хорошо проигрывать эти кассеты. Сюда же попадают всякие файлы с пугающими свойствами, называемые в народе смертельными файлами. Вот есть файл шрифта, ужасные свойства которого в том, что если начать писать им любой текст, всегда будет получаться только бульварный роман. Да не какой-нибудь, имеющий название «Килингостский жеребец» или картинка в формате ПНГ, смотря на которую люди начинают болезненно кашлять. Иногда эти вещи используются сотрудниками. Например, когда на склад попала неразрушимая лампа, ее забрала в свой кабинет доктор Райтс. Полезно иметь у себя в кабинете лампу, которая никогда не сломается. Кстати, неломаемая лампа была первым предметом на складе. Фонду на тот момент было известно множество вещей, которые не подвергались разрушению, а других свойств у этих предметов не нашлось, потому ее просто положили в пустующий склад. Так оно как-то и пошло. В дальнейшем это стало практически правилом. Вещи, обладавшие только свойством неразрушимости, отправлялись на склад. Так поступили и с неразрушимой елкой. Теперь ее во время новогодних праздников выставляют в качестве украшения в некоторых учреждениях фонда. А вот еще есть тренога для камеры, которую также невозможно сломать. Правда, у последней нашлось еще одно свойство. Людей приводят в бешенство, когда они понимают, что сломать треногу невозможно. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы выделить отдельный номер SCP. Второй вещью на складе была монета, всегда падавшая при подбрасывании на одну сторону. А затем на склад попал карандаш, всегда встающий на заточенной острие и стоящий так часами. Вообще, на склад поступает довольно много принадлежности для письма, с разными странными свойствами. Видимо, само по себе записывание информации об объектах как-то отражается на карандашах, ручках и листках бумаги. Все это приобретает разные аномальные свойства довольно часто и постоянно пополняет склад. После того карандаша, склад пополнился картиной, которая отличалась от обычной тем, что она регулярно вызывала приступы икоты. У всех, кто на нее смотрел, впоследствии картины также регулярно попадали на склад. Художники мира SCP создают какие-то произведения с умеренно аномальными свойствами практически непрерывно. Взаимодействовать с ней было настолько неприятно, что исследователи фонда начали задумываться, а что им вообще со всем этим хламом делать. Поначалу было решено, что просто собирать и хранить целую кучу аномальной мелочи может быть опасно. И потому некоторые из таких предметов сожгли. Стоячие карандаши, картины икоты были преданы огню первыми. Некоторые предметы оказываются достаточно полезны. Например, револьвер, при выстреле из которого из неизвестного источника звучит фраза «Отличный выстрел». Он очень понравился агентам фонда, и они часто тренируются именно с ним. Или вот желтая резиновая уточка, которой можно объяснить свои проблемы, и после этого всегда приходит понимание их решения. Её поставили на витрине в зоне 17 фонда, где она доступна для всех желающих. Вообще, сотрудники SCP находят применение многим полезным аномальным вещам со склада, не получившим статус объекта. Многие из этих предметов расходятся по комнатам отдыха. Вот в одной из них лежит бубен, издающий звуки гитары, а также флейта, рассказывающий анекдоты при игре на ней. Это отношение может показаться достаточно легкомысленным, и похоже оно так и есть. Предметы время от времени крадут. Так вот, пачка молока, на которую не действовала гравитация, была похищена, и её так и не нашли. А мороженое, свойство которого было в том, что оно не таяло и сохраняло свою низкую температуру, кто-то попросту взял и съел. Конечно же, среди малоаномальных предметов иногда попадаются и животные, и им фон старается не навредить. Вот в кунуре в зоне 33 можно встретить собаку, которая умеет говорить слово «чувак» вместо обычного лая. А для гуся, вокруг которого не может гореть огонь, фонд построил целый вольер. Рядом с ним поселили воронов, умеющих петь народную балладу «Ворон к ворону летит». Некоторых зверей ученые SCP забирают в качестве интересного питомца. Так вот новый дом нашла свинья, местоположение в пространстве которой невозможно воспринять правильно. Хотя, наверное, логичнее было бы передать всех этих зверей фонду Уилсона. Ну да ладно. А кроме всего этого, тут есть абстрактные вещи. Например, логин пользователя, человека с которым невозможно забанить, и пароль, подходящий ко всем возможным аккаунтам. А еще есть ритуал, выполнение которого приводит к вызову пиццы. В общем, находок много. В англоязычном филиале новые предметы добавляют уже в третью часть списка аномальных вещей. И судя по тому, как долго нужно прокручивать эту третью часть для того, чтобы добраться до ее конца, скоро будет и четвертая. Иногда на склад попадают и совершенно обычные вещи. Так, как-то раз агент фонда увидел копимару, окрашенную в яркие цвета. Разумеется, он ее захватил, изъяв у владельца, и доставил в учреждение фонда. Однако, в итоге, после исследования животного оказалось, что оно покрашено краской. Или вот беговая дорожка, при попытке включения, разгоняющаяся до огромной скорости. В итоге оказалось, что этот дефект вызван ее поломкой, и пропал после ремонта. Или вот банка сока, на который выбит срок годности, всегда заканчивающийся именно сегодня. Что в этом такого необычного, я вот вообще, например, не понял. Во многих магазинах такое встречается. Иногда это вещи, нарушающие режим секретности. Однажды сотрудники увидели в магазине футболку с надписью SCP и с изображением SCP-173. Конечно же, все эти футболки были вывезены на склад фонда. То же самое происходит, когда фонд находит что-то, что может угрожать нормальности. Например, древнеримская мозаика с изображенным на ней динозавром была скрыта от общественности и лежит на складе аномальных вещей. В общем, вещей там лежит очень много, и среди них меня особенно удивил кусок кожи с татуировкой и с надписью «Господин татуированный» из коллекции геймеров против травки. И тут дело в том, что в SCP есть такая организация, которая, решив спародировать известного доктора развлечудова, создала свою собственную коллекцию господ. Одного из них поймал фонд и нашел у него такую татуировку, после чего вырезал ее вместе с кожей, отчего сам пойманный человек утратил свои аномальные свойства и стал обычным. В РУ филиал также поступает огромное количество предметов, аномальность которых недостаточно для того, чтобы выделить им отдельный номер. И тоже есть свой склад таких предметов. В отличие от англоязычного филиала, тут все предметы пронумерованы. Первым предметом филиала стало кольцо, которое оказалось невозможно надеть ни на один стержень. Как по мне, довольно необычное свойство, которое имеет смысл исследовать повнимательнее. Вторым поступлением была корова, и необычного в ней было то, что пятна на ее шкуре постоянно двигались, образуя различные узоры. РУ филиал также часто сжигает такие предметы, как это было сделано с тем, который получил номер 4. Это был резиновый динозаврик, и он издавал крики боли, когда его сжимали. А когда его сожгли, он издал вздох облегчения. Тут заметна интересная вещь. Некоторые предметы со склада аномальных вещей обладают достаточно выраженными свойствами, и описано весьма подробно. В английском филиале немало из них могли бы приобрести статус полноценного объекта. А так вообще, по складу аномальных предметов РУ филиала можно делать отдельное видео. Вот что такое склад аномальных вещей в SCP. Достаточно интересное и удивительное место само по себе. Наверное, было бы здорово побродить по нему и посмотреть на эти вещи самому. Пожалуй, звучит как отличный план на выходные. Всем пока!